с новым годом дорогие друзья и так вот стартовал тот самый марафон с 1 по 8 число который не знаю как но как то скажется на вашем организме кто злоупотребляет различной едой и различными напитками кто держится в форме но тем не менее все эти восемь дней кто где встречает этот праздник но обязательный атрибут всех новогодних праздников это накрытый огромный стол добрый вечер это актуальный разговор меня зовут тимофей вагнер и так мы сегодня говорим о том что где и как есть во время новогодних праздников сегодня о здоровом питании вообще здоровом образе жизни но почему-то все эти восемь дней люди уже готовятся к тому что потом 9 числа будет не очень хорошо итак говорим о том как сохранить здоровье за эти восемь марафонских дней у меня в гостях и человек который разбирается и даст нужные советы автор методики восстановления обмена веществ за здравный вадим евгеньевич здрасте вадим евгеньевич добрый день вот значит нужно с новым годом вас во вас тоже вот и за здравный начнем с этого мне за здраво это псевдоним или нет это поверьте фамилия прям как-то звучит ну да все так спрашивают кто-то по-разному да сырует это разными собственно говоря вещами кто-то говорит большой здоровый кто-то горит за здоровье он по-разному вообще на самом деле все восемь поколений начиная с 1775 года да я очень хорошо знаю изучали за здравно конечно ладно итак перейдем к новогодним праздникам ну вопрос наверное общий банальный сейчас вот первое число то есть вчера все уже дали да вот и организм как я понимаю если так смотреть с точки зрения совсем на пальцах объяснять уже о чем ты уже говорит он уже намекает сегодня с утра первого тяжело стало он начал намекать да можно ли вообще подготовить организм к этому питательному марафон конечно можно то есть но это вопрос не пяти не десяти дней даже не месяц не двух а то есть задумываться здесь надо намного издалека и то есть прежде чем вообще собственно говоря я бы убрал под это понятие подготовка что на самом деле это должен быть образ жизни да да то есть и образ жизни чего именно то есть восстановление обмена веществ то есть в течение всей нашей жизни организм выдает симптомы симптомы дефицит элементарного состава вот да то есть давайте сразу все точки надыра ставим да то есть я вот немножко объясню как устроен организм в течение минутки а вот у вас в течение потом последующего какого-то времени сразу появился вопрос да уже куча вопросов вот я сразу отвечу на эти вопросы а у вас появится новое. Итак, вот сама структура, да, то есть существует закон генетики, как устроен организм. Вот организм устроен следующим образом. В утробе матери мы, собственно говоря, да, то есть я, вы, когда вот находились, да, в утробе матери вашей мамы, строились наши косточки, строилась наша иммунонервная система, сердечно-сосудистая система. Все это строится с помощью чего? С помощью обычных химических элементов. Кальций, магний, калий, аминокислоты и так далее, и тому подобное. То есть таким образом мы устроены. Это генетика, да, то есть здесь уже не поспоришь. Вот некоторые говорят, генетика там, генетика. Вот как раз именно это генетика. Вот давайте отсюда начнем. То есть мы построили организм, да, то есть если мы его построили полноценно, имелось у мамы все элементы, вот они в полном порядке, то есть у мамы не было до беременности каких-то симптомов дефицита, мы с вами сразу, понятно, родились здоровыми, и в течение, там, понятно, до двух, кого-то кормят молоком, там, два года, кого-то полтора, кого-то вообще не кормят. Кого-то вообще не кормят, да. Получаем весь нутриентный состав, весь элементарный состав для также обновления и роста тканей из грудного молока. Дальше мы получаем его откуда? Из еды. Да. Вот. То есть по факту, если взять, конечно, сейчас, да, вот если так вот, ну, немножко от темы отклониться, еда у нас сейчас, конечно, пустая, да, то есть в отличие от той самой еды, которая у нас вот существовала раньше, и за этим следило правительство, сейчас еда, конечно, у нас не в очень хорошем состоянии. Она вкусная. Раньше была намного вкуснее. Ну, сейчас, если она вкусная, то с помощью усилителей вкуса. Да, да, да. Да, именно, да, я вас понял. Итак, вот представьте, что организм какой-то родился без патологии. То есть патология в данном случае является что? То есть есть какой-то элемент у мамы в недостаточном количестве, отсутствует, да, то есть не хватает, как вот, допустим, с историей с гемоглобином. Вот. Не хватало железа, понятно, да, там у нас врачи очень любят, часто говорят, называть такое слово патология. То есть у ребенка тоже, соответственно, низкое количество железа. То есть гемоглобин тоже понижен. Это все генетика. Давайте ближе к столу. А вот сейчас люди за столом. Я сейчас вас подведу медленно, и вы сразу... Давайте быстрее. Так, хорошо, идем дальше. В течение жизни, то есть если нам чего-то не хватает, организм начинает выдавать симптомы. Симптомы дефицита. Автоматически это сразу, да, проявляется в виде вкусовых предпочтений. Именно поэтому у кого-то сильный аппетит, у кого-то не очень, да. То есть кого-то тянет на груш, кого-то на яблоко, кого-то на чипсы. Не надо здесь сваливать на фастфуды, еще что-то. Фастфуд фастфуду рознь. Там тоже элементы разные. То есть отсюда, да, то есть что значит подготовиться? Это не соревнования, потому что такая подготовка такого рода, она очень сильно влияет на организм. У нас все до Нового года, допустим, девчонки, мальчишки, ну в основном понятно, да, то есть девчонки сидят на диетах, готовятся, чтобы влезть в платье там, да, и выглядеть шикарно. Это есть. Во время диеты что происходит? Любая диета, это, соответственно, ограничение в элементарном составе. То есть если элементарный состав в организм не поступает, а с диеты он не поступает... Почему? Давайте. Ну смотрите, диеты, я не говорю о том, что диеты есть сейчас ужасающие, то есть те, которые катастрофические, то есть ешь 40 дней арбуза. Нет. Мы говорим о том, что диета просто ограничение в еде. Ты все элементы получаешь, просто не вот такие тарелки накладываешь, а по чуть-чуть. Ну это самое популярное. Я вас понял. То есть это автоматическое, то есть можно сказать, ограничение в калории. Если мы ограничиваем себя в калориях, даже это будет монодиета, неважно любая диета, мы ограничиваем себя в количестве элементов. Организму нужно, допустим, восполнить... Вот представьте, допустим, у вас идет повышенный расход элемента какого-нибудь там магния, кальция, селена. Вы работаете на химзаводе. Для поддержания... Боже, упаси, конечно. Итак, вы работаете, предположим, на химзаводе. Это я взял самую крайность. Иммунитет должен быть постоянно на очень высоком уровне. Ну не зря молоко давали. Да, соответственно. Тогда думали об этом. И вот чем это объясняется? Объясняется тем, что нужно большое количество соответствующих элементов для поддержания иммунитета. А это что будет проявляться? Проявляться будет сразу в виде аппетита. То есть чем больше вы расходуете, тем больше вы должны потребить. Соответственно... Это... Вот опять же, я согласен, но как только мы начинаем... Я говорю, вот если мы сокращаем себе еду, мы получаем все микроэлементы, мы получаем все, что нам надо. И если человеку нужно, грубо говоря, там 2000 калорий в день, он получает 2000 калорий в день. Это неправда про калории. Ну, утрировано. То есть ему надо съесть столько. Вот он ест. Но почему мы все прям наедаемся, мы обжираемся? И это новогодние праздники. Это факт. Мы не расходуем. То есть мы сейчас говорим про вот эти 8 дней. То есть так, например, мы всегда ели, и вот организм нам просил, надо поесть. Мы поели. А вот тут мы 8 дней ничего не делаем. Мы только едим и пьем. Не надо ничего делать. Надо есть и пить. То есть и прямо, да? Да, действительно. Вообще философия. Дайте, дайте, пожалуйста. Нет, ребята, не надо. Дайте, пожалуйста, организм отдохнуть. Вы и так его насиловали целый год. Представьте, вы целый год насиловали, у вас были нервные стрессы. Особенно перед Новым годом. У вас это постоянно беготняет. Почему объедаловка? Опять же, вы отдыхаете. Организм нужно восполнить. Элементарный состав. У кого-то уже садится зрение, у кого-то там гормональный фон или еще что-то. Причин бывает очень много, и это же все, соответственно... То есть вы хотите сказать, что 8 дней... Я уже сказал. Да, 8 дней вот этот накрытый стол, от него не отходят, отваливаясь, падают, смотрят телевизор, опять пришли к столу и так далее. И вот эти 8 дней это организм восстанавливается? Восстанавливается. Все правильно. А что же у вас потом реанимации полные? Я немножко... Опять же, я вам только что сказал, на примере. Существует элементарный состав, который содержится в нашем организме. То есть законы, опять же, химии, физиологии, законы генетики никто не отменял, вы понимаете. Я понимаю, сейчас мы продолжим, продолжим, и будем говорить непосредственно про эти 8 дней, но сразу после короткой рекламы. Возвращаемся в студию. Итак, еще раз с Новым Годом всем, кто к нам присоединился. Сегодня мы говорим о вот этом восьмидневном марафоне и ударе по нашей печени, желудку и всему остальному, как уберечься и что можно себе позволять, что можно себе не позволять в эти праздники. Мой гость Вадим Евгеньевич Заздравный, автор методики восстановления и обмена веществ, говорит о том, что все, что ваш организм желает, все ему давайте. Именно так. Вот. Тут, конечно, я не согласен. И не согласен по той причине нашему человеку сказать можно, и это значит все. То есть его организм требует как-то расслабиться. Мы будем говорить о разных горячительных напитках. И он же не может остановиться, пока дна не увидит. Он же будет вливать в себя и вливать. Здесь небольшое ограничение. Именно в алкоголе. Я все-таки с вами согласен. То есть именно с алкоголем. А в плане, конечно, еды, ну, надо человеку действительно давать. Давать именно все то, что действительно ему нужно. Ну, вот у него, это знаменитая же поговорка, что глаза хотят, а желудок уже не принимает. И вот глаза, вот они вот. Ты подошел к этому столу, он же битком. Ну, сейчас я схватил это. Желудок растягивается, растягивается. Там уже не сигналов, там уже ничего нет. Организм уже все. А ты все и жрешь, и жрешь. Стоп, давайте опять, как мы еще раз говорим, издалека начнем. Человеческий организм состоит, первое, 70% вода, 20% аминокислот, 10% элементарный состав витамины. Да, то есть это вот нормальный человеческий организм, в котором там, да, там в норме все находится, и то, и другое в нормальном. Ну, крайне редко сейчас найдешь такого человека. Да, то есть это сразу человек здоровый, абсолютно красивый, со здоровыми волосами, там, шикарной кожей и так далее и тому подобное. Дело не в этом. Вот если это все есть, сигнал в мозг поступает, опять же, в виде аппетита, в виде вкуса, умеренный. То есть что, о чем это будет говорить? Если вы хотите винегрет, потом хотите селедку под шубой, потом хотите колбасу, еще что-то. Так и хотят. Действительно, здесь надо тогда задуматься и посмотреть на свои симптомы. Не устранять эти симптомы, да, там, как делают это, собственно говоря, под воздействием рекламы или под воздействием стабного чувства, да, куда все, туда и я. Не надо там сухую кожу замазывать кремом, ни в коем случае. Не надо там избавляться от прыщков с помощью там гели каких-то или еще что-то. Нет, нужно подойти вот действительно с умом. И все это съесть? Смотрите, вот опять же, я вам еще раз говорю, есть нужно, если вам плохо после этого, понятно, что, конечно, есть не нужно, нужно сразу, да, то есть включать мозг и о чем-то думать. В эти 8 дней мозг отключается. Вот у всей страны. Я тут всем порекомендую, очень полезный совет дам. Вот. Вставайте на лыжи и гуляйте как можно больше на улице. Организм не требует, вот тут я вам буду противоречить, организм требует лежать на диване и клацать пультом. Именно. И потом два шага до стола, от стола опять отвалился, опять клацать пультом. Все правильно. Он будет требовать этого, потому что ему нужен отдых. Но чтобы взвинтить обмен веществ, то есть каким-то образом, вы должны подышать кислородом. Ну, здесь заставлять надо? В данном случае, да. Ну, то есть вот здесь небольшое разногласие есть, опять же. Потому что человеческий организм, все правильно вы говорите, он всегда стремится к наивысшему состоянию комфорта. Да, была бы воля, они бы не 8 дней. Конечно. Мы бы 365 дней лежали и клацали пультом. По факту так и есть. Вот. А тут, то есть, организм будет требовать. То есть, мне кажется, организм будет всегда говорить то, что, ну, вот то, что надо ничего не делать, то, что надо лежать. Нет, не всегда поверить. Потому что есть люди, таких людей называют гиперактивными, да, там, гипертимуты, или неважно. То есть, у таких людей повышенный обмен веществ. Ну, то есть, тогда можно разделить людей, потому что действительно... А делить людей на обмен веществ, собственно говоря, и не нужно. Зачем? То есть, нужно стремиться. Зачем делить? Нужно стремиться к тому, чтобы у каждого человека был нормальный обмен веществ. Для этого существует элементарный состав, витамины. Главное, подобрать так, как нужно, и все. Ну, вот, на самом деле так, что за эти 8 дней, как правило, да, 90% страны набирают вес. Все правильно. Это и есть следствие того, что человек за вот какой-то определенный короткий вот этот период до Нового года, он очень сильно истощается. И здесь надо думать, да, то есть, прежде всего, подходить адекватно с головой к этому. Не так, как у нас люди делают там, голодают там, да, по делам ездят, еще что-то. Ну, так заедьте, перекусите. Ничего здесь сложного нет. Иначе просто окнется, отразится очень сильно. Ну, потому что сейчас, например, вот первое число. Вот люди накрытые столы у всех. И потом пошел вот этот трехдневный салатик. Да-да. Вот. Потом все остальное. И из гостей в гости все время. Как положено. Да. То есть, как положено, от стола к столу. И, тем не менее, вот, организм ничего тебе, никаких сигналов не посылает. Ну, во-первых, потому что сложно посылать в этот мозг. Ну, почему не посылает? Всегда посылает. Ну, посылает, мол, можно. Мол, можно. То есть, эти восемь дней мы как бы сами себе даем вот эту расслабуху. Я буду кушать. Потом не буду. Можно ли как-то вообще ограничить? Или вот есть какие-то рекомендации? Что, мол, сели за стол, ну, не стоит вот так наедаться. Или вы рекомендуете... Я дам общую рекомендацию для всех людей. Да, сильно не смешивать продукты. Неважно, что вы там с чем намешаете. Обычно просто не рекомендуется пробовать всего по чуть-чуть. Ладно, хорошо, убрали. Но, тем не менее, мешаем все знаменитые оливье, шубы и новые изобретения, которые пришли к нам с Востока. Я имею в виду всякие морепродукты. Или с Запада, неважно. Все смешали, получили. Да, все смешали. И вот это все на столе. И диетологи, я не знаю, но они советуют и рекомендуют вот это не есть, а вот это есть. Вот это не стоит. Или там, если вы первого числа вот это поели, то второго числа можно вот это поесть. Чтобы что-то там одно дожигало другое и так далее. Ну, вот здесь вот не то, что поспорить. Здесь очень смешно. Смотрите, как может человек, в данном случае диетолог, заглянуть в ваш организм и узнать, какое количество элементарного состава находится в ваших тканях? Нет, ну диетолог, конечно, он так не увидит. Это понятно. А как он может рекомендовать или как-то, я не знаю, то есть настаивать на определенной какой-то еде? Ну, проводятся же какие-то исследования, что человеческому организму требуется в среднем. Столько-то, столько-то. Не бывает средней величины. Бывает, у каждого человека свои симптомы, дефициты. Вы посмотрите налево, направо, везде. Сейчас даже девчонок красивых не осталось. Да ладно? Ну, я вам серьезно говорю. Красивые девчонки у вас не осталось? Наверное, мне кажется, очень мало. Первый января все красивые. Да, восьмого уже нет. Все. Итак, у каждого свой симптом-дефицит. Причем этот симптом-дефицит сопровождается определенными вкусовыми предпочтениями. Это уже куча симптомов, которые говорят о чем. То есть беременные, а у них это все гипер. Да? Для строительства организма. А мы в течение жизни, грубо говоря, забываем об этих сигналах. Ну, конечно. Да, вот так можно. У детей тоже ярко выражено. Как оно может быть ярко выражено? У современных детей ярко выражено конкретно. Нет, пошли в фастфуд, всем известный, и шоколад. Если шоколад, я против шоколада вообще ничего не имею. Против фастфуда, да, согласен. Потому что глютанат натрия, усилитель вкуса, да, все возможно. Они все туда и как зомби. Опять же, если мы уберем вот этот усилитель вкуса, то к сигналам детей прислушаться обязательно нужно. Обязательно нужно. То есть отсюда рождаются очень много патологий. Именно отсюда. С детства. Конечно. Хорошо. Ну и сейчас в завершении, пожалуйста, какие-то еще рекомендации, пожелания и поздравления нашим зрителям. Ну, всех с Новым Годом, да, собственно говоря. Наверное, я все-таки посоветую очень чаще, намного чаще, чем вы ходите, ходить на лыжах, ходить, просто гулять, дышать свежим воздухом. Слепитесь ли снежную бабу, если позволяет температуру. Вы покатайтесь на санках, покатайтесь на лыжах. Очень хорошо и очень полезно. Всех с Новым Годом. Спасибо большое. У меня в гостях был за здравный Вадим Евгеньевич, автор методики восстановления и обмена веществ. От себя скажу следующее. Ребята, 8 дней действительно. Ну, берегите себя. Слушайте организм, но слушайте его не правое плечо или левое. Я не помню, на каком там сидит ангел, на каком там дьявол. Послушайте ту сторону, которая говорит все-таки о вашем здоровье. И действительно, открыли много всего полезного и спортивного. Ходите туда с семьей. Любите друг друга. Еще раз всех с Новым Годом. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова